Привет всем! Все есть яд и все есть лекарство. И только доза делает лекарство ядом и яд лекарством. Фраза эта принадлежит Парацельсу, что так приходится убеждаться отнюдь не на горьком опыте предшественников в результатах нашей современной медицинской практики. История ничему не учит. Более того, как следует из статьи, ссылка на которую на этом слайде смертность от предозировки лекарств, когда она по Парацельсу делает их ядом, резко возросла именно в последние десятилетия и стала одной из ведущих причин смерти в современном обществе. Под разными масками прячутся тяжелые, смертельные нередко, осложнения передозировки лекарств, одна из которых – внезапная сердечная смерть. Комплексное посмертное токсикологическое исследование случаев смерти от остановки сердца вне лечебных учреждений в Сан-Франциско, Калифорния, США показало, что более одной из шести смертей на самом деле является результатом передозировки лекарств. Много это или мало – судите сами. В 2016 в США официально было зарегистрировано около 60 тысяч случаев смерти от передозировки лекарств. В том же году произошло около 380 тысяч случаев остановки сердца. Если возьмете от этого числа одну шестую, получите еще 60 тысяч случаев. Иными словами, количество смертей от передозировки лекарств удвоится. Наиболее частыми классами лекарств, приведшими к смерти через так называемую острую сердечную смерть, оказались опиоиды, седативно-снотворные средства и стимуляторы. В половине случаев из них были лекарства, отпускаемые по рецепту врача. В статье также обращается внимание на налоксон, как лекарственные средства, которые следует использовать при передозировке препаратов перечисленных классов для профилактики внезапной сердечной смерти. Я лично хотел бы сделать более глубокий вывод о том, что с любыми лекарствами нужно проявлять осторожность, что для любого из них должны существовать строгие показания, что они должны назначаться только на время решения задачи и минимальной достаточной дозе. С моим подходом к фармакотерапии можете ознакомиться в видео «Правила медикаментозной терапии» на плейс-листе «Подход к пациенту» этого влога.